Всем привет семья, всем привет! Наконец-таки мы снова в рабочем процессе. Москва осталась за спиной, и впереди Сочи, и трудовые будни. Итак, ни для кого не секрет, что недвижимость в Сочи продолжает расти безостановочно, ежедневно, ежесекундно. Но дело даже не в этом. Мы все прекрасно знаем, что застройщики продают недострои от 200 тысяч за квадратный метр. А там уже у кого на что фантазии хватит, в зависимости от локации и всех моментов и нюансов, связанных со стройкой. Но появился у нас тут запросик такой от нашей, одной из подписчиков, которая попросила найти ей в районе примерно плюс-минус за 4,5 миллиона квартирку. Желательно с ремонтом, желательно метров 30 примерно. Что же, если взять калькулятор и 4,500 разделить на 30, получится 150 тысяч за квадрат. Вот я тут вчера дал помощнице задание, сказал, чтобы нашли плюс-минус похожую квартирку с ремонтом по 150 тысяч за квадрат. Они ничего не нашли. Это плохо, они ничего не нашли. Сегодня я увидел в одном месте, так сказать, мне скинули, о том, что продается квартира с ремонтом 34 квадратных метра за 4,5 миллиона. Меня это все удивило. Я приехал в район улицы Донская, улица Высокогорная, если точнее. Я хочу сказать вам, что единственное, что меня здесь порадовал, это вид. Из этой квартиры есть вид на море, потому что это улица Высокогорная, кто знает. Это, в принципе, хорошая локация, чисто видовая хорошая локация. Вот, в принципе, здесь рядом автобусная остановка, в этом доме есть газ. Но есть нюансы, ребята. Во-первых, там ужасный ремонт. Вот, будем откровенны, по мне так он ужасный. Туда надо 1700 минимум вложить, для того, чтобы все это косметически поправить. А во-вторых, да, плюс, что здесь есть газ. Черновые квартиры здесь продаются. Вот, сейчас я переверну камеру, покажу вам, в каком состоянии. По 120 тысяч за квадрат. Это нет. Что было у нас общее взаимопонимание для Сочи, это недорого. То есть, получается, 132 тысячи за квадратный метр, если мы берем даже эту квартирку с ремонтом, в принципе, завтра заезжай и живи. Да, вопрос, в каких условиях, с каким ремонтом, насколько это обшарпанные стены, так как это вторичка в любом случае. Но, тем не менее, заезжай и живи. Не снимай за 30 тысяч рублей, а за 40, а заезжай и живи. В принципе, там две изолированные спальни, потому что они кухню сделали прямо в коридоре. Ну, ребят, я не в восторге. Я для чего это снимаю, собственно говоря? Чтобы у вас было представление и понимание, что происходит вообще, собственно говоря, в Сочи и какие цены. И когда человек говорит, подбери мне квартиру, пожалуйста, 30 квадратных метров за 4500, я бы рад накидать ему десяток вариантов, чтобы он что-то выбрал и приехал купил, потому что человек крайне вменяемый, адекватный и с наличкой, так сказать, под боком. Но это не так все просто. Дело в том, что за 4, за 5 миллионов подобрать квартиру не так просто. Поэтому я сейчас переворачиваю камеру, иду вам, покажу. Кстати, одна черновая квартира мне здесь понравилась, тоже по 120 тысяч за квадратный метр, с обалденным видом, клевая квартира. Ну, сам дом по себе ничего из себя не представляет. Это обычный частный дом, в свое время был построен, так как сейчас с разделом на жилые помещения, статус жилого помещения, кстати, большая беда в Сочи. Сейчас никто не может ничего поделить, с трудом это кому-то либо дается, поэтому все продаются долевку. Да, что такое долевка? Это когда вы покупаете квартиру, у вас есть соглашение с другими жильцами о порядке пользования, но это долевая собственность. Кстати, здесь собственность долевая, это не мешает вам прописаться, но когда вы будете продавать, вам придется либо взять разрешение у всех собственников, либо, как мы делаем, мы продаем договором дарения. Договором дарения мы продаем эти квартиры, то есть это технический вопрос решаемый, но тем не менее это нюанс. Все равно, долевая собственность или полноценная собственность, ну разница есть. Технически фактически никакой райцы нет, но когда покупатель покупает, он говорит, а это долевка, да, долевка. Но я много продавал долевой собственности и проблем как бы никаких не испытывал. Ладно, пойду вам покажу эту квартиру, от которой я не в восторге. Но это на сегодня единственное, что мне попалось пока что под параметры, так сказать, еще раз говорю. 4,5 миллиона, 3-4 квадратных метра, 132 тысячи, там с копейками за квадрат. Это то, что я нашел из самого дешевого, самого такого простого. Здесь два этажа, раз этаж, два этаж. Что-то не доделано, что-то не достроено, там стена по фасаду не сделана. Здесь, видимо, еще кто-то не выкупил, поэтому, соответственно, еще ремонта нет. Ну, ребят, не клубный дом, не высший пилотаж, но что имеем, то имеем. Все, переводчик камеры пока. Так, чтобы еще раз было воспринимание. Вон квартира, над ней квартира, здесь квартира, внизу вход в подъезд. Вот квартира отдельно. И на Цоколе еще есть 4 квартиры. Но на Цоколе вообще не пойдем, как бы. Там сейчас в аренду снимают магазин. Это просто сейчас зайду, так как здесь открыто. И чтобы было понимание, что строят, что продают. Я так понимаю, даже не знаю, что это. Большая квартира, большая площадь. Ну, наверное, это санузел. Это, наверное, прихожая. Там еще какое-то помещение. Вот санузел. Вот большая спальня с балконом. Ну, это просто, ребят, чтобы вы понимали, 120 тысяч за квадратный метр, да? 120 тысяч за квадратный метр. Здесь квадратов 90, наверное. Так, небольшой балкончик. А, вот, кстати, квартира эта, которая сейчас сдается. Она как раз продается. Сейчас я ее поснимаю. Ну, вид, конечно, здесь хороший. Ничего не скажешь. То есть, за такие деньги, такой вид, конечно, это необычная картина. Ну, сам по себе дом. Конечно. Ой, какой интересный я нашел. Маленький прудик у кого-то. В домике на огороде. И там рыбки золотые плавают. Вон они. Золотые рыбки реально плавают. Я вижу вон. Вот такой вид. Вид потрясающий, ребят. Вид потрясающий. Пойду еще одну сниму. Вот это мне, если честно, нравится квартира. Несмотря на этот бардак, который здесь находится. Мне она нравится из-за этого огромнейшего панорамного окна. Здесь можно сделать полноценную двушку. Полноценную двушку. А если таких потребностей нету, то можно просто сделать огромную-огромную студию. Представляете, с таким потрясающим видом. Вот эта квартира, именно эта, если честно, вот это единственная квартира, которая мне в этом доме прям понравилась. То есть, эта квартира однозначно стоит этих денег. То есть, отдать за черновую квартиру, за эту, 120 тысяч за квадрат, это прям вообще не обсуждается. Не обсуждается. Вот с таким видом. Не обсуждается. С учетом того, что это, пожалуйста, как бы... За 10 минут вы у Маримола. Ну, вот такой вид, конечно, одобряю. Потрясающе. В эту сторону на горы. В эту сторону на горы. В эту сторону... На море. Итак, при входе в квартиру у нас все простенько, все скромненько. Но, как говорится, жить можно. Внизу плиточка. Здесь у нас раз спальня, там вторая спальня. Сразу у нас получается ванная комната. Что у нас здесь? Здесь у нас кухонная зона. Коридор использовали в качестве кухонной зоны. Здесь более простая ванная комната. Все очень простенько. Спокойненько. Здесь, как бы, должна была быть кухня, но используется она в качестве полу-кухни, полу-комнаты. С выходом получается на балкон. Спальное место есть. Требуется ремонт. Сразу вижу невооруженным взглядом, что требуется ремонт, естественно. То есть это, как минимум, покраска, а может быть, даже и шпаклевка. На балкончике у нас очень хорошая панорама на город и на море. Это единственное, что меня здесь крайне радует и впечатляет, в принципе. Так, ну, на балкончике можно что-то поставить. И сушится белье. Да, все под ремонт. Все под ремонт. И вторая спальня. Вторая спальня. Полу-взрослая, полу-детская, да? Полу-взрослая, полу-детская со шкафом. Короче, все очень простенько. Все очень простенько и требует как минимум косметического ремонта. Я бы поменял бы здесь все. Плитку бы поменял бы. Ламинат бы поменял, потому что старый требует замены однозначно. Все под покраску. Потолки бы сделал новые. Ну, короче, не знаю. Если экономить, 700 тысяч минимум. А так, как по хорошему счету, миллион просится для того, чтобы все здесь навести порядок. И так далее. Вот такие реалии на сегодняшний день, ребята. Вот такие реалии. Все. Без лишних комментариев. Я поехал дальше. Лично меня это все ценовая политика на сегодняшний день в Сочи. И качество продаваемого жилья крайне не устраивает. Но что имеем, то имеем. Все. Всех обнял. Всем хорошего дня, вечера и так далее. Пока. Пока.